ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об африканском опыте и сферической шине. Общественники — народ особенный. Иногда их инициативы несут пользу и благо. А иногда вводят в ступор. Представители сразу трех организаций — гильдии автошкол, синих ведерок и профсоюза таксистов — обратились к известному депутату Лысакову. Они предложили парламентарию, известному своей активной позицией, рассмотреть возможность изменения в КОАП. В частности, предлагается ввести отдельные штрафы для тех, кто нарушает правила 30 и 100 раз в году. Для первых предусмотрели штраф в 5000 рублей и изъятие прав. По окончанию блокировки водительского штрафник должен отправиться на сдачу теории в автошколу. Если же некто совершил 100 и более нарушений, то штраф ему положен в 30 тысяч. Самое обидное, что грозит подобному субъекту — направление на медкомиссию с целью выявить у него психические отклонения. Самое интересное, что один из общественников ссылается на опыт Нигерии. Там якобы за проезд на красный свет к доктору отправляют сразу. Это, наверное, первый случай, когда ссылаются на опыт африканских стран. Все привыкли кивать на Европу и Америку, а тут на тебе, Нигерия. В прошлом году один казахский полицейский тоже сослался на опыт экзотических стран, когда предлагал пороть пьяных водителей на центральных площадях городов. Инициатива в народ не пошла. Что мы знаем об автомобильной шине? Ну, это такое кольцо из смеси каучуков, синтетики и прочих составляющих. Кольцо одевается на диск, образуя традиционно в нашем понимании колесо. Но в компании Goodyear, которая как раз шинами и занимается, решили кардинально поменять взгляд на колесо. По мнению американской компании, шина будущего — сфера. Поверхность сферы покрыта пионической кожей, которая очень похожа на человеческую. Благодаря этому информация о дорожной обстановке или качестве покрытия передается другим автомобилям или городу в режиме реального времени. Шар крепится к автомобилю с помощью электромагнитных полей и способен сам менять рисунок протектора в зависимости от типа покрытия. Кроме того, он сам контролирует состояние своего покрытия. В случае прокола он начнет самозаживляться, а место заживления не будет использовано как пятно контакта. Дожили! Скоро на шарах будем ездить. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.